Донорская кровь востребована каждый день, при том чаще всего в случаях экстренных, не требующих отлагательств. К тому же высокие технологии, которые позволяют медикам спасать людей от ранее неизлечимых заболеваний, сегодня нуждаются в огромном количестве крови, плазмы и гемокомпонентов. Именно поэтому донорство так активно пропагандируется. Подобная медицинская процедура в нашей стране проводится небезвозмездно, то есть донор получает деньги. Но тем не менее подобный акт невозможен без чувства сострадания и милосердия. Именно желание помочь человеку, попавшему в беду, основной аргумент почти для каждого из пришедших на акцию студентов и преподавателей. Во-первых, это социально значимое мероприятие, а во-вторых, помощь другим людям. Всякие бывают в жизни обстоятельства, может кто-то захочет помочь мне, вдруг придется, что вот нужна срочно помощь для меня, а я кому-то сейчас тоже окажу помощь своим донорством. Вообще людей таких не очень много, которые могут помочь. Это очень, конечно, печально, но жаль, что было их побольше. Не знаю почему, но так нужно. У меня лично это в крови. Я знаю, что это так нужно, так правильно. Если это правильно, то сейчас нужно делать. Людям можно просто помочь и нужно помогать. Все, кто сегодня пришел на сдачу крови, должны были записаться на процедуру заранее. И желающих оказалось гораздо больше, чем ожидали организаторы. Только в основном в списке около 30 фамилий. Притом большинство из них доноры первичные, то есть те, кто решился на подобную процедуру впервые. Помогают сориентироваться и разобраться в ее алгоритме таким ребятам не только медики, но и волонтеры университета. Многие люди приходят в первый раз, они не знают вообще, что это такое. Ну и объяснить, может кому-то что-то подсказать. Некоторые люди просто стесняются, боятся. Мы наставляем, что тут ничего страшного. Специалисты утверждают, что делиться кровью даже полезно. Научно доказано, что доноры меньше болеют, в том числе онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Регулярная сдача крови предупреждает нарушение пищеварения и способствует продлению молодости, так как стимулирует кроветворение и самообновление организма. Потому с уверенностью можно сказать, что подобные мероприятия – отличный шаг на пути к сохранению здоровья. Быть может, сразу нескольких человек, как самого донора, так и его рецепиентов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...